Всем привет! Это снова я, Давид Жвания. Для кого-то больной, для кого-то когут, для кого-то вор и убийца, ну а для кого-то просто болтун, который иногда произносит полезную информацию. Можете просто называть говорящая голова. Сразу хочу спросить у Ильи Журавлёва. Илья, вы уже подготовили вопросы для интервью? Я думаю, у нас получится весьма продуктивный разговор. Тем более, что многих свидетелей событий 13-14-х годов вы уже не сможете опросить, даже если добьетесь эксгумацией. Офисы у нас с вами находятся в одном районе, и мы можем просто захаживать друг к другу в гости на кофе. В успех я верю. Теперь основной вопрос, который всех беспокоит. Что такое социальное втягивание? Я попытаюсь вам сейчас это объяснить на конкретном примере. Точнее, цепочке примеров. И одним роликом закрою сразу несколько вопросов. Один из которых как раз и есть общественный договор. Итак, давайте попробуем вспомнить, как мы жили до 2010 года. Многие, много ли вас тревожило, беспокоило? Как, по-вашему, прошли первые 20 лет независимости? Многие ли стремились переехать в Киев? Многие ли жаловали, что не могут полететь в Европу на отдых или шоппинг? Многим ли не хватало вещей на рынках и продуктов в магазинах? Я думаю, что тогда число желающих поехать на шоппинг в Европу было во много раз меньше числа тех, кто нуждался в работе в Украине. Сегодня, я думаю, многое в этой пропорции поменялось. Не сильно нужна шапка от Гуччи, если в холодильнике мышь повесилась. Итак, теперь давайте ответим на такой вопрос. Когда, по-вашему, впервые был нарушен негласный общественный договор? Государство и народа Украины. Подумайте, хорошо. Подумайте. Есть мысли. Теперь давайте сравним. Я считаю, что первый раз общественный договор был обманным путем нарушен, когда нам публично объявили о необходимости без виза и евроинтеграции. Теперь я поясню, почему я именно так считаю. Многие из вас довольно неплохо жили до этого момента. Работали на себя, в черную, в гаражах. Кто-то работал официально. Иногда отдыхали, но жили более-менее. Беззаботно. Что бы ни говорили, но настолько сильно, как сейчас, ни депутаты, ни министры не раздражали. И вот нам подсунули приманку, макуху под видом без виза и интеграции, по сути, притащили те уступки государственного и экономического порядка, которые государство должно было понести. То есть в договор втянули народ. Показав ему вершки, а вот про корешки-то и не сказали. После чего в нашей жизни начались перемены, которые невозможно сопоставить с той ценой, которую теперь надо платить за решение. Было ли оно взвешенным? Ну вы же помните, что когда Янукович задумался, он хоть и не фраер, но сделал шаг назад. Но тут подтянули народ. Народу разбираться было некогда, начался Майдан. Итак, первое и главное нарушение правил принятия общественного договора произошло именно тогда, когда народу подсунули фуфло. Можно ли сказать, что по результатам Майдана у народа Украины сложился общественный договор с Яценюком, Турчиновым и Порошенко, ну и Гройсманом? Ну я не буду давать ответ на вопрос, вы сами ответьте. Скажу только одно, что в статью договора пришлось бы внести ряд изменений. Это украинский Крым, украинский Донецк и украинский Луганск. Потому что уже тут мы видим, что единого понимания и тем более алгоритма решения вопросов нет. Теперь мы приближаемся к 2019 году, когда в стране намечены выборы президента. Можно ли сказать, что общество голосовало против той формы общественного договора, который навязал Порошенко? Еще раз повторю, вопрос мой. Можно ли сказать, что общество голосовало против общественного договора с Порошенко? То есть результаты выборов нам четко показали, что никакого желания следовать договору с Порошенко у Украины нет. Кто-то из вас тогда переживал, что вам отменят бизнес? Кто-то из вас думал, что будут сложности с работой или чем-то еще? Думаю, нет. Просто все хотели разорвать договор с Петром. А кто вообще видел или читал, что предлагал Зеленский? Кто может сейчас сказать, что он предложил какую-либо форму общественного договора? То есть против старого Украина проголосовала, а нового никто не видел. И решили, да пусть будет так. Оказалось, что на паузу жизнь поставить нельзя. Время идет, а Украина, судя по всему, общественный договор так и не подписала. То есть мы живем в негласном бойкоте или в гражданском браке. Как назвать эту форму? Я разберу на детали. Когда вам вводили военный налог, но при этом не объявляли войну, это было нарушение общественного договора. Когда вам говорили, что надо строить стену, но при этом торговали с шоколадом с Липецкого завода, это было нарушение договора. Сегодня мы слышали уже и про оффшоры, и про многое другое. Но самое страшное другое, когда вам сначала сказали, что о медицине и здоровье будут заботиться, а потом погнали всех на прививки под угрозой увольнения. Вот это и есть основное и главное, что многих из нас доводит до истерики. Потому что мы такой договор не подписывали. И да, мы мирились с финансовыми пенями за наш общий договор, но когда речь идет о себе, как о личности, тут есть о чем подумать. Так вот, социальная динамика, втягивание – это тот пятый угол, который многие из вас уже для себя видят. Спроси сегодня каждого встречного, и он в мыслях и душе ответит одно, а на камеру скажет другое. Спроси каждого сегодня про тарифы, и он не промолчит. Спроси про родственников за границей, про прививку, про родных на кладбище. И никто, никто сегодня не хочет разделять горе с другими, потому что натерпелись. И весь этот поток нервозности и стресса, негодования, и формирует динамику, которая рано или поздно сформирует новое отношение к реалиям. Потому что люди снова будут делать выбор для себя, и выбирать они будут жизнь. Просто жизнь, стабильную и теплую. Как вы думаете, кто из стран-партнеров Украины, Турция, Польша, Англия или США, и Германия могут обогреть и накормить, и полечить, и желательно еще и дать работу? Я думаю, теперь вам понятно, что мы имеем в чистом остатке. Также вы понимаете, как и где формируется вектор социального обтягивания. Спасибо. Это была говорящая голова кого-то. Желание.